Друзья, продолжаем нашу работу. Как видно, как слышно. Так, дайте обратную связь. Отлично. Отлично. Это мы уже позиционируем как вебинар не для новичков. Хотя здесь, наверное, с первого вебинара у нас кто-нибудь все-таки перекочевал. Я думаю, по дороге не все разбежались, потому что информация, которая идет, она действительно очень важная, очень интересная. И это... Так, тут, конечно, супер проект, не могу пройти мимо. Леша, а можно просто вопросник для... Кто перешел из вебинара с того, кто был на первом вебинаре, чтобы мы ввели статистику, что мы, друзья, специально, как вы уже заметили, развели информацию для тех, кто пришел только первый раз в Skyway, услышал, и для тех, кто делает, кто на вебинаре посещает довольно-таки регулярно. Потому что очень тяжело сразу осознать такое количество информации, принять такое количество решений, которые надо дальше позволять двигаться. И, естественно, что это очень и очень непросто. И мы опытным путем пришли к тому с Алексеем, что... Это есть кто-то... Мы как раз пришли к тому, что надо разделять, делать два вебинара, а потом мы, может быть, еще будем диверсифицировать. Еще вот этот вебинар для новичков, который мы оттачиваем и делаем его максимально доходчивым, максимально простым, и в то же время очень информационным и очень казательным, чтобы человек, кто первый раз пришел, увидел, услышал. И в этом плане мы, конечно, очень ориентируемся на вашу помощь, кто ходит, кто смотрит, кто тоже работает с людьми, доводит информацию. Потому что вопросов о том, кто, как доводить информацию, как убеждать и доказывать, особенно сейчас пошли вопросы. Вот я общаюсь с крупными бизнесменами, с крупными чиновниками, для них хватает доказательной базы. Поэтому, друзья, здесь сразу могу сказать несколько очень таких практичных вопросов. Вот есть вот такой альбом, который называется «Инновационные транспортные инфраструктурные технологии Skyway». Он здесь есть на весь ресурсах. Сейчас Алексей вам еще даст на него ссылку. Это наглядное пособие, как говорили раньше, «Учите матчасть». То есть здесь примерно 40 слайдов, где все доходчиво, очень подробно и в то же время очень зрительно восприимчиво доведена вся информация по Skyway. Этот альбом делался специально для экспертов при Минтрансе, которые изучали, смотрели и, соответственно, потом давали заключение по поводу инновационности и существования технологии Skyway. И это очень важно, потому что признание экспертным сообществом – это фактически вхождение на равных в научный, технический, инновационный мир. И сейчас можно сказать, что технология Skyway уверенно вошла в этот мир, хотя мы не нуждаемся в том, чтобы они нас признавали, не признавали. Это развивается, скажем так, естественным процессом, но, друзья, признание в экспертном сообществе – это все-таки очень важная научно-техническая задача. И помимо того, что эту технологию, ну, на моей памяти 15 лет, то, что я вижу, никогда не признавал ни Минтранс, ни Миннауки, сегодня ситуация изменилась. И изменилась она потому, что вы видели вместе с нами репортажи, которые мы ставим в начале вебинара, то есть которые ведет Михаил Кириченко, о том, что отчеты с высоты, если не птичьего, то бреющего уж точно полета, видно, что строится, как строится, есть уже аниматы, где четко показывают, как этот эко-технопарк будет выглядеть через три месяца, через полгода, через год, через два. Поэтому эта работа активно идет и развивается, и признание сообщества – это большая заслуга именно Юницкого как инженера. Потому что войти в отрицательную среду, которая недоброжелательно, конкурентно, более того, агрессивно настроена, и выйти из нее победителем, когда ни один эксперт не смог возразить о том, что технология действительно существует, что она развивается, и те результаты, которые декларируются в технических и в научных расчетах, они все соответствуют действительности. И вот как раз вокруг одного такого показателя хотелось бы сегодня несколько поговорить подробнее, потому что, ну, как в чате и в личном мне очень много пишут почту, что один деятель там написал, что, ну, прочитал я вас протокол, друзья, не знаю, чего вы хлопаете в ладоши, что там такое, написаны две строчки, и они меня нисколько не впечатлили. Если бы там было написано, что Владимир Владимирович Путин полистал брошюру, сказал, что это круто, и Минфин выделил деньги, вот тогда я бы в это поверил, тогда бы это самое. Ну, друзья, это, ну, скажем так, несколько несерьезный подход, а именно три строчки, которые говорят о том, что технология рассмотрена, признана и соответствует инновационности и применению, готова к применению, это как раз и есть самое ценное, что получено. Так вот, друзья, один из основных показателей, который приходится объяснять, показывать и говорить его ценности, это аэродинамика. И как раз вы много кто слышал лекции Анатолия Довича Юницкого, то есть кто был на наших встречах 17 октября в Минске, потом 25 октября в Москве, когда была такая широкая конференция именно Skyway, вот, и приехали большое количество наших друзей, союзников, соратников, и без преувеличения можно сказать, что это был праздник Skyway, вот. Соответственно, Анатолий Дович очень подробно тогда объяснял и рассказывал, что такое аэродинамика, и мало кто, наверное, обратил тогда внимание о том, что он при расчетах и при показе эффективности технологии Skyway дал коэффициент 0,05, то есть 0,05, это по оси ЦХ. Значит, для тех, кто далек, естественно, на языке, это, друзья, ни о чем не говорит, там, ЦХ и сопротивление и так далее, и так далее, потому что очень много умников, которые задают вопрос, а как у вас там струны будут натянутся, а как опоры стоять и так далее, и так далее, которые не понимают технологическую суть вообще самой технологии Skyway. Вот мы сейчас для новичков, Алексей показал сам струнный рельс, показал неразрезную струнную балку, где есть вантовая конструкция, зашитая внутри рельса, и показал инновационность и технологичность этого процесса. И из очень многих ноу-хау стоит, собственно, сама технология, которая дает вместе, скажем так, неоспоримое преимущество перед другими технологиями. И я могу сказать, что ошибка или неверный именно стратегический путь технологического исследования, технологического направления дает очень иногда серьезные неправильные результаты в области инженерии. И один такой пример, тоже Юницкий многократно его приводил, это очень уважаемая, мощнейшая сегодня инженерная компания Siemens, которая является лидером в производстве инженерной продукции, почти 40 лет потратила на то, чтобы создать поезд на магнит подвесе, то есть создать магнитную левитацию. То есть концепция заключалась в том, что уход от трения, именно от трения к отчению, позволит серьезно сэкономить на энергозатратах при движении. И на протяжении 40 лет они построили опытный участок, потратили более 6,5 миллиардов долларов, потом это перебросло в евро, построили опытный участок, получили только один заказ в мире на строительство, это в Китае, Шанхай аэропорт. И больше эта технология никуда не пошла, то есть сам рынок, сам бизнес показал, что это тупиковое направление. И это признали все, это отказались и забыли про эти инвестиции, причем там еще и была серьезная трагедия, которая показывала управление, когда единственный путь, единственный испытываемый подвижной состав столкнулся с машиной, которая чистила это полотно от снега. То есть понимаете, какая система опасности, какая система контроля, какая система, когда все в единственном числе и умудрились привести к многочисленным, погибло более 20 человек, причем это журналисты, те, кто смотрели и были на опытном пуске этой программы. Так вот, друзья, ошибка в выборе концепции приводит к тому, что десятилетия тратятся на то, чтобы идти по неверному пути. И это вот технология, которая четко показала свое развитие, и при этом Юницкий как инженер еще рассчитывает КПД этой системы и показывает, что да, они сегодня вышли на скорость 350 км в час, но КПД снижается ниже 11%, что было понятно у первых паровозов, которые были 150 лет назад, КПД было 14%. И, соответственно, это говорит о том, что по прошествии почти 150 лет инженерная мысль в этом направлении, да, увеличила скорость не более чем в два раза, но при этом снизила эффективность использования энергии. И это говорит о низкой перспективности и низкой инженерной привлекательности этой идеи. Дальше сейчас тоже мы с Алексеем не раз приводили, Алексей подробно по сравнению с так называемой, как он называет, технологической гонкой, которая сейчас идет с американцами, с Элоном Маском, который запускает проект Гиперлуп. На него потрачено уже сотни миллионов долларов. Это концепция движения в безвоздушном пространстве, в вакууме, для того, чтобы снизить именно лобовое сопротивление. И, соответственно, за счет глубокого вакуума создать разреженное пространство и в нем двигаться с низкими энергетическими затратами. Но, опять же, с инженерной точки зрения, когда идет расчет общей эффективности системы, она не выдерживает никакой критики. И, соответственно, сегодня можно сказать, что идея и концепт Элона Маска с Гиперлупом – это утопия. И он не будет, во-первых, реализован в те сроки, которые сегодня декларируются, а они в этом году уже хотят приступить к испытательному полигону первой демонстрации образцов. Но и второе – они никогда не выйдут на эффективность системы, которая сегодня требуется в шестом технологическом укладе для скоростного безопасного экологического перемещения. И в этом плане мы включились в эту гонку. И я могу сказать, что сегодня компания Skyway не то что является лидером в этом направлении, а она представляет единственный концепт, который правильный и который будет востребован всей мировой экономикой и в основном бизнесом. И основа как раз здесь – это изначально идеология Юницкого, который показал, что основные затраты при скоростном движении, причем, друзья, то, что я говорю, это абсолютные банальности, известные любому школьнику, любому, кто занимается аэродинамикой. Соответственно, основные затраты при скоростном движении свыше 300 км в час уходят на аэродинамику. То есть это воздушное сопротивление движения, не трению качения, которое сегодня есть. И, соответственно, Юницкий, как инженер, трению качения просто пренебрег, потому что он взял железное колесо по железному рельсу, а это коэффициент передачи энергии 0,99 в периоде. То есть сегодня та потеря, которая идет, можно пренебречь. То есть у автомобиля, у которого стоит пневмашина, которая выполняет роль активной подвески, 40% энергии сегодня тратится на сопротивление качению. То есть, соответственно, когда вы включаете автомобиль, включаете двигатель, так вот при движении 40% мощности двигателя уходит на пневматическую шину. Поэтому, уйдя от пневматической шины, а железное колесо по железному рельсу, соответственно, решена проблема сопротивления и трению качения. Второй момент. Это сопротивление, которое необходимо тратить, и энергию, которую надо тратить на то, чтобы при скоростном движении прижать подвижной состав, автомобиль, поезд к земле. Соответственно, это эффект крыла. То есть, когда автомобиль движется с большой скоростью, под днищем автомобиля возникает зона повышенного давления, которая начинает его отрывать от земли. И, соответственно, для того, чтобы это не произошло, приходится ставить антикрылья, и форма автомобиля таким образом построена, чтобы напрягающий поток прижимал ее к земле. Это, соответственно, огромнейшие потери. И я могу сказать, что вот Bugatti Averon, который сегодня развивает скорость чуть больше 400 км в час, имеет мощность двигателя 1500 лошадиных сил. Ну, во всяком случае, приближающиеся 1500 лошадиных сил. И из физики понятно, что скорость обратно пропорциональна к кубу мощности. Соответственно, если вы увеличиваете скорость на 50 км в час, то вам надо в кубе увеличить мощность. И поэтому сегодня говорить о том, что скоростное движение выше 350 км в час может быть эффективным или может быть качественным и массово применимым, сегодня не приходится. Поэтому сегодня скорости для перемещения могут обеспечить только самолеты. Это транспортное средство, которое использует подъемную силу по закону Бернули для того, чтобы поднять на большую высоту, снизить сопротивление, а потом спуститься на землю и таким образом преодолевать большие расстояния. Но энергетические затраты, если говорить сегодня в понятном нам эквиваленте, это примерно 7-10 литров керосина на 100 км на одного пассажира. И, соответственно, это огромнейшая и сложнейшая инфраструктура, которая требует содержания самолетного пара, подвоз пассажиров и так далее, и вся логистика, которая работает. Сегодня она настолько загружена, что скоростное движение, которым пытаются заменить поездами, то есть обеспечить скорость хотя бы 300 км в час, это тоже высокозатратное. И все экономические системы в мире признают, что скоростное движение железнодорожных по земле никогда не будет окупаемым и приносить прибыль с точки зрения бизнеса. Поэтому японцы давно это поняли и все затраты перенесли на инфраструктуру, и это тоже активное развивающееся направление. Так вот, как это решено сегодня в Skyway? Почему мы сегодня говорим, что нет проблемы аэродинамики с точки зрения железнодорожного транспорта или с точки зрения автомобильного транспорта? То, что сегодня является основной составляющей топливной, а топливо это основная цена себестоимости для того, чтобы убрать эти затраты. Так вот, это решается именно инженерным решением, где Юницкий поднял эстакаду на второй уровень, разнес два рельса на расстоянии 2 метра, и таким образом подвижной состав находится на рельсах, диаметр которых не больше 10 сантиметров. То есть их сопротивлением практически можно пренебречь. Он убрал эффект крыла, то есть сделал обтекаемую форму, он поставил движитель вовнутрь, потому что самолет двигается за счет энергии двигателей, которые он отбрасывает, воздушный поток за самолетом. Там происходит резкое торможение, там турбулентность, это, друзья, основы аэродинамики, поэтому ничего здесь нового я не говорю, просто кто забыл, вспомните, ну а кто не запримите, это просто как школьную физику. Вот, соответственно, за счет этого происходит зона повышенного давления за самолетом, и таким образом любой самолет, торпеда, ракета, неважно, что летит в пространстве, она за собой тянет аэродинамический воздушный парашют, и таким образом есть естественные ограничения по аэродинамическому сопротивлению, которые можно достичь. И, соответственно, самолеты, которые сегодня летают, никто не задумывается, что у него висит два двигателя, каждый из которых примерно по 70 тысяч киловатт. То есть, ну, грубо говоря, это порядка там 55 тысяч лошадиных сил каждый двигатель, чтобы было понятно, на чем мы летаем. Это бочка с керосином, которая с крыльями и которая обладает такой энерговооруженностью. Это когда говорят по безопасности. Можно ли себя чувствовать безопасно в полете? Но я всегда отвечаю, друзья, ну как вы можете себя чувствовать, когда вы сидите на бочке с керосином на высоте 10 тысяч метров? Любая разгерметизация, то есть нарушение обшивки самолета – это мгновенная смерть. Любая сбой двигателя – это мгновенная смерть. При посадке любая ошибка – это мгновенная смерть. И мы с вами видим, как это происходит. И сказать, что да, сегодня это, естественно, с технологичной точки зрения совершенной машины, но это очень сложная, дорогостоящая и не допускающая любых ошибок система. Поэтому мы видим с вами ежегодно и катастрофы, которые происходят. И как раз в аэродинамике сегодня стоит ключевым. И здесь, чтобы вы понимали, что такое аэродинамика, даже те дворники, которые стоят у летчика перед стеклом, для того, чтобы он видел визуально взлетную полосу. Так вот, один этот дворник увеличивает мощность, необходимо увеличить мощность двигателя на полторы тысячи киловатт. Что было понятно, это мощность спортивного автомобиля. Так вот, только дворники требуют мощности автомобиля спортивного класса, для того, чтобы летчик видел, соответственно, землю. Поэтому самолеты, как мы сегодня говорим, это птеродактили цивилизации. И это то первое техническое средство, которое будет выдавливать с рынка Skyway. И как раз именно ближнемагистральные и среднемагистральные самолеты – это то, что будет в ближайшие 3-5-10 лет заменено на технологию Skyway. Потому что это технологично, это дешево, это безопасно и это очень удобно. И, соответственно, друзья, а вот теперь сравните, что лучшая аэродинамика, которая сегодня движется, это примерно по оси ЦХ примерно 0.1. То есть, когда строится график сопротивления в зависимости от скорости, то по оси ЦХ он обычно идет с коэффициентом 0.1. А Юнибус, который вы видите сейчас справа на слайде, имеет расчетную, еще раз повторюсь, расчетную теоретическую коэффициент ЦХ 0.05-0.06. Этот коэффициент аэродинамического сопротивления по оси ЦХ высчитан сначала теоретически, потом продут на специальных компьютерных программах. А на прошлой неделе Анатолий Дуарович уже провел практические эксперименты в Питерском институте аэродинамики. Но так как пока официальных заключений нет, мы подождемся этих выводов. И когда Анатолий Дуарович это объявит, посмотрит, то как раз мы увидим, и он даст анализ, сравнение, что было теоретически показано, сделано продута и что мы получили. Но из таких разговоров и из общений, когда он вернулся с продувки, я понял, что на практике практически один к одному подтвердились те теоретические расчеты, которые были. Ну давайте, друзья, дождемся официального протокола, официального заключения. Так вот, почему, друзья, это очень важно. И когда это будет объявлено, и когда это нутриятно, то весь научный мир, особенно который работает в сфере аэродинамики, он просто ахнет. Потому что подвижной состав, который является точной копией, прототипом уменьшенной, оригинального подвижного состава, а в аэродинамике есть стопроцентное масштабирование. То есть те коэффициенты, которые есть на моделях, она абсолютно точно масштабируется, так же, как в авиамоделировании. То есть если летает модель самолета, то обязательно полетит и его копия, его прототип в натуральную величину, потому что там соблюдаются все законы масштабирования. Так вот, точная масштабируемая модель, которая именно в таком виде будет изготовлена и в таком виде выйдет на испытание, она дала как раз вот эти коэффициенты аэродинамического сопротивления 0,05, 0,06. Примерно в этих пределах там сейчас идут расчеты и уточнения. Так вот, друзья, для того, чтобы мы с экономикой понимали, в чем эти цифры. Вот в том справочнике, в том материале, который готовились для экспертов Минтранса, есть четкая выкладка, которая показывает, что разница в аэродинамике со спортивным автомобилем, который может развивать скорости даже не 400, а там 350 км в час, так вот, вот эта разница в аэродинамике позволит при эксплуатации этого средства 25 лет, это средний срок эксплуатации одного юнибуса, и если их будет хотя бы миллион на земле, а сегодня на земле миллиард автомобилей, поэтому в тысячу раз меньше, это, друзья, тоже цифры очень занижены. Так вот, только это позволит сэкономить 22 миллиарда тонн топлива стоимостью около 20 триллионов долларов. То есть будет перевезено количество пассажиров, будет обеспечено такое комфортное перемещение, но при этом 22 миллиарда тонн топлива не будет добыто, залито в автомобиле, сожжено и выброшено в атмосферу. Так вот, друзья, что это такое и что это значит? Когда мы сегодня рассчитываем и ориентируемся на... Ну вот у меня автомобиль, допустим, в среднем съедает где-то около 10-11 литров бензина на 100. Я 70% времени езжу один в машине. То есть вот примерно можно рассчитывать затраты и что такое эксплуатация. Можно посчитать, сколько этот автомобиль съедает топлива за год, там за это и сколько он съест там за 3-5-10 лет. Так вот, соответственно, когда мы выйдем на расчеты в топливном эквиваленте на 100 грамм на 100 километров, как вы понимаете, это другой порядок цифр. И с этим спорить, друзья, абсолютно бесполезно. Это не профессиональный спор, когда вам кто-то скажет, что меня эти цифры абсолютно ни о чем не говорят. Ну, если человек солист, специалистам вообще как бы там говорить не о чем. То есть то, что мы сегодня говорим с вами и обсуждаем, это очень важные научные доказательные факты. И спорить с этими фактами, друзья, бесполезно. И когда мы говорим, что у технологии Skyway, у струнных технологий инженера Юницкого сегодня нет конкуренции, потому что ни одна технология даже близко не может дать такие характеристики, то это, друзья, научная, обоснованная, теоретически подведенная и сейчас практически испытанная и подтвержденная теория. И, соответственно, друзья, теория, которая подтверждена практикой, она всесильна, с ней бесполезно спорить. Поэтому 15 лет назад была продемонстрирована путевая структура, которая показала состоятельность струнной эстакады. После этого продуты, то есть вот здесь вот в этом альбоме приведены фотографии, которые Юницкий еще 10 лет продувал в том же институте аэродинамики. Сегодня это коэффициенты. И тогда он получал коэффициент аэродинамического сопротивления 0,078. Это тоже был шок для ученых аэродинамиков того времени. А сегодня, когда речь идет уже о 0,05, а 0,06, это, друзья, еще более, скажем так, серьезная заявка именно в научном мире. И сейчас можно сказать, что технология SkyWay, с учетом того, что идет строительство путевой структуры, есть продувка в аэродинамике, и все это вкладывается в готовую концепцию, я могу сказать, что сегодня контуры именно технико-экономических показателей SkyWay, они начинают очень серьезно вырисоваться. И это как раз доказательная база, которая для очень многих крупных, серьезных инвесторов, инвестиционных фондов и банкиров начинает действительно становиться серьезным вопросом. И именно это позволяет сегодня утверждать, что к тому моменту, когда подойдет демонстрация в октябре, именно грузовых систем и городских систем, будет уже отработана и четко отлажена система взаимодействия уже именно с крупными финансовыми институтами, которые придут в эту технологию. И на этот предмет, друзья, нет никаких сомнений. И то, что вход в краудинвестинг до конца 2016 года с вероятностью 99% будет закрыт, это тоже, друзья, не пустые слова. Это именно анализ того, что сегодня происходит. И, друзья, опять же, никогда мы не перестаем говорить, это благодаря нашей с вами работы. Мы с вами это сделали, достигли. И даже тот коэффициент аэродинамического сопротивления, это, друзья, тоже наша с вами победа. Потому что Юницкий, как инженер, это показал, рассчитал, создал, продул, все сделал. А мы это помогли. Поэтому мы, друзья, сопричастны к тому процессу. И, естественно, что в нашем проекте очень немаловажно сегодня быть сопричастными. И то, что мы с вами по мере того, как начнется капитализация тех инвестиционных пакетов, которыми мы обладаем, это, друзья, как раз заслуга того, что мы делаем. И очень многие, поверьте мне, очень многие будут жалеть, что у них была возможность увеличить эти инвестиционные пакеты, купить больше акций, больше проинвестировать. Но они этого не сделали. Это, друзья, тоже будет фактом. И я буквально тут на выходных общался с одним. Когда говорят, крупный инвест, покажите, есть, так сказать. Так вот, я могу сказать, что один крупный инвест, мой близкий товарищ, который пришел в проект уже полтора года назад, когда не было еще ни конструкторского бюро, ни строительства, не той работы, которую мы сегодня видим. И он инвестировал там более 150 тысяч долларов. И когда он сегодня следит и видит, и когда я ему показал и заключение Минтранса, экспертной группы, и о том, какая работа делается сейчас с аэродинамикой, и о том, какие сегодня ведутся переговоры именно с точки зрения построения бизнес-структур, то есть адресных проектов, которые сегодня рассматривают. Конечно, он уже не так легкомысленно говорит о том пакете, а вы представляете, когда был коэффициент более чем 1 к 1,5 тысячам, то у него очень крупный пакет акций. И когда он неожиданно для себя понял, что даже до конца этого года часть этого пакета можно уже продавать будет за реально живые деньги, он очень серьезно обладывался. Так вот, друзья, это один из тысяч и десятков тысяч примеров людей, которые действительно, подойдя к этой черте, когда технология заработает, когда она даст свой результат, и здесь очень много задают вопросов, что когда IPO, когда дивиденды или еще что-нибудь. Друзья, это, я могу сказать, сейчас настолько вторичные вопросы, а главное о том, что технология, будучи признанной и привлекающей инвестиции, наши с вами пакеты будут постоянно увеличиваться в цене. И этот процесс начнется еще в этом году. И не важно IPO, и не важно, какие дивиденды будут, то есть зарабатывать на тех пакетах, которые мы с вами обладаем, уже можно будет в этом году. И это, друзья, тоже реальность технологий, которые сегодня есть. И второй момент, который тоже очень важный, что сегодня все больше и больше инвесторов, которые готовы инвестировать сотни тысяч, миллионы долларов, они тоже начинают очень серьезно приглядываться по нескольким причинам. Первое, нет крупных инвестиционных проектов, которые можно было вложить, раз. И второе, нет доходности, которая бы позволяла сегодня применять на капитал. Но, соответственно, та венчурная стадия, которая еще всех отпугивает, это как раз, друзья, и гарантия того, чем мы с вами занимаемся, и, соответственно, той возможности, которая у нас сегодня есть. И поэтому, друзья, надо четко понимать, что этому времени осталось 3-5 месяцев, и после этого вход в корневую технологию за счет краудинвестинга с большей долей вероятности будет закрыт. Но у нас с вами, друзья, начнется другое время, начнется вторичный оборот акций, начнется выкуп крупными фондами этих обязательств, начнется серьезная капитализация. Поэтому я думаю, что, друзья, те, кто вошел на этой стадии, очень рисковой, серьезной стадии проекта, то мы за это будем очень достойно вознаграждены теми премиями и теми дискаунтами, которые сегодня есть. Значит, Алексей вам расскажет о тех пакетах, которые сегодня есть, те, что привлекаются. Значит, вопросы, которые сейчас задают нам, особенно те, кто ходил на наши вебинары в Skyway Invest Group, я из-за себя, из-за Алексея могу сказать, что мы теперь вебинары будем вести только от РСВ, и, соответственно, по отсылке капитала в головной компании. В Skyway Invest Group мы не работаем, и никакого отношения сегодня к нему не имеем, за исключением того, что там находятся очень существенные пакеты моих и акций Алексея, которые мы также будем переводить в РСВ для того, чтобы уже быть акционерами и защищены, быть защищены с юридической точки зрения именно головной компании. Фонд SWIG – это образовательный портал, он занимается своими задачами, там своя команда, я думаю, что у них есть свои последователи, они занимаются своей работой, и я думаю, что все, что направлено на общую работу Skyway, на общее развитие Skyway, все приветствуется, все, что мешается, это будет, друзья, просто как мусор уходить, и, соответственно, это мы будем со временем забывать. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, я передаю слово Алексею, вот, у него тоже очень интересное и глубоко продуманное сообщение, то есть мы тоже с ним проработали и на дневном вебинаре, и вообще так в работе, и здесь, друзья, я могу сказать, что для всех, кто уже вошел в проект, для всех, кого слова «строй Skyway, спасай планету» не пустые, а наполняются смыслом, я, друзья, могу сказать, что в ближайший месяц, два мы с вами будем с очень большим, я бы сказал, удовлетворением видеть те события, которые будут происходить, те новости, те проекты, которые будут возникать вокруг Skyway, и это я могу сказать, друзья, каждый из вас имеет право сказать, что я к этому, первое, сопричастен, потому что только все вместе могли это сделать, и второе, это каждому из нас принесет очень серьезное материальное удовлетворение, даже несмотря на тот сложнейший кризис, на ту сложнейшую обстановку и в России, и в мире, которая идет, и, видите, друзья, мы сегодня даже это не касаемся, потому что технические особенности сегодня намного важнее тех проблем, которые возникают вокруг, и тех проблем, которые дальше нас будут касаться, потому что строй Skyway, мы решим все эти проблемы. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, я во второй части уже после Алексея включаться не буду, потому что я сегодня опять уезжаю в очередную командировку, вот, поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами, следите за Skyway, среда 19.20 и 12.13 часов будут всегда, где бы мы ни находились с Алексеем, а у нас много сегодня будет, мы и так и с ним уже несколько вебинаров проводили, откуда мы их только уже не проводили, а скажу еще, друзья, откуда мы их только еще не будем проводить, но всегда мы будем это показывать, вы будете всегда в курсе событий, и вот этот информационный портал Skyway, который мы сейчас ведем и делаем, он будет только развиваться, вы всегда в курсе последних основных событий, и второе, мы всегда будем анализировать, показывать, рассказывать, для того, чтобы вы четко понимали и осознавали, чем мы занимаемся, что нас впереди ожидает, и какие действия надо принимать в ближайшее время. Все, друзья, строй Skyway, спасай планетпорт. Всем здравствуйте, дорогие друзья, рады приветствовать и уже на технико-экономическом вебинаре, именно расширенном. Я думаю, что дамы и господа новички поняли, что здесь обсуждаются уже несколько другие вещи, уже более серьезные показатели, более серьезные технические параметры, макроэкономические аспекты и так далее. И, соответственно, так как сегодня тема нашего вебинара аэродинамика, я хотел бы сравнить вообще аэродинамику прошлых лет и вообще несколько удариться в концепцию аэродинамики, за счет чего можно сейчас складывать аэродинамику. Естественно, так как наш подвижной состав это в первую очередь рельсовый модуль на стальных колесах, перемещающийся сталь по стали, то можно сказать, что некоторые нюансы можно брать из аэродинамики именно подвижного состава обычного автомобиля. И одним из способов уменьшения сопротивления воздуха, воздействующего на корпус автомобиля, также и нашего рельсового автомобиля, типа юнибайк, юнибус, юнилёд и так далее, это теоретически, вот если говорить про автомобили, естественно, у нас школа несколько другая, то есть это транспорт второго уровня, это уже совершенно инновационная технология, то, что касается автомобилей, это уменьшение площади поперечного сечения автомобиля. То есть, иными словами, мы делаем более узким корпус и сопротивление воздуха, так как напрямую зависит от габаритов, от размеров объекта, но эта тенденция совершенно расходится с сегодняшней тенденцией, наоборот, увеличения, увеличения корпусов автомобилей и появления кроссоверов и так далее, то есть более серьёзные и крупные автомобили, наоборот, сейчас появляются. И второй способ, это один из таких вот самых приемлемых и важных способов, это оптимизация именно процессов обтекания кузова, то есть это обводы и так далее, это как раз таки, что также составляет ноу-хау на сегодняшний день нашего подвижного состава. И критерием совершенства обтекаемости кузова как раз таки является коэффициент CX, о котором мы на данном вебинаре вам говорим. И величина CX определяется опытным путём, то есть это может быть различные способы, у нас это определяется через продувку в динамической трубе, и, соответственно, CX каким образом определяется, то есть опытным путём определяется сила воздействия по направлению продольной оси, что касается автомобилей, так как я не присутствовал на продувании именно юнибуса, юнибайка и так далее, то я не могу сказать, я говорю про автомобили. Но также возникают опрокидывающие моменты, которые, возможно, при боковом действии ветра, и это очень важно на самом деле, так как, что касается перемещения автомобиля, это очень серьёзный аспект именно для отсутствия возможности опрокидывания автомобиля при воздействии бокового ветра. Это очень важно на самом деле пункт. И как раз таки загвоздка существует в том, чтобы на практике автомобили, вот в данном случае наши рельсовые автомобили, с минимальным CX оказываются, по сути, наименее устойчивыми, что касается автомобилей. А модели, наоборот, с плохой обтекаемостью, наоборот, почти не реагируют на подобные раздражители. В этом заключается инженерная гениальность Анатолия Эдуардовича Юницкого, что он смог достичь именно таких показателей, серьёзных аэродинамических коэффициентов сопротивления и так далее. И если говорить про концепцию, и вообще вот вдумайтесь, почему была выбрана форма капли. То есть вы видите, что подвижной состав, и вот на слайде представлено, вы можете видеть, что подвижной состав по сравнению с авиацией, по сравнению со спорткарами, он такой вытянутой формы. И на самом деле это не новость. Ранее это пытались сделать, и более того, подвижные составы, автомобили обычные, так скажем, были достигнуты с коэффициентом аэродинамического сопротивления CX, и 0,28 было достигнуто. И первый автомобиль, вообще преодолевший отметку в 100 км в час, он приводился в движение двумя электромоторами, но имел массу 1000 кг, и походил вообще на такой рубанок, скажем, кирпич перемещаемый. Но это было начало, это именно было начало в перемещении автомобилей в закладках аэродинамики, именно в автомобильном производстве. И если говорить про идеальную аэродинамическую форму, то вы все прекрасно знаете, вот из 60-х годов такая обтекаемая форма достаточно, и с уходящим назад хвостом. Но применение к автомобилям, это как раз таки не особо выгодно для рынка, это не особо удобно для перемещения по обычной автомобильной дороге по полотну. Что касается именно нашего подвижного состава, то как раз таки такой хвост, он абсолютно удобен, он абсолютно эффективен, и не мешает наоборот скорости перемещения, потому что мы можем рассмотреть именно возможность закладывания определенных промежутков при перемещении ряда юнибусов, следующих друг за другом, и, соответственно, расстояние будет позволять использовать подобный хвост. Но самое главное, что я вам хотел бы сказать, это про дизайн. Это про то, откуда вообще сформируется подобный дизайн. Именно вот красота аэродинамическая и дизайнерская, то есть это не промышленный дизайн. Друзья, на самом деле, стоит отметить о том, и это, я считаю, должен понимать, это очень просто к пониманию, каждый новичок, что вообще форма обтекаемого тела, похожего на вытянутую каплю воды, CX равен 0,04. То есть это как раз таки CX, который теоретически возможен достижению на подвижном составе. Если говорить про транспорт второго уровня, то аэродинамика сразу увеличивается в два раза при перемещении подвижного состава на высоту 10-15 метров на высоту над землей и выше, если это требуется. Но что касается автомобилей, то здесь при идеальных аэродинамических формах автомобилей обычным, традиционным, то есть перемещение не сталь по стали, а именно через обычную покрышку автомобильную, по асфальтному покрытию, то CX будет равен, в лучшем случае, 0,15. Что касается подвижного состава SkyWay, то это, как уже мы сказали ранее, позиционировалось как 0,75. Сейчас это будет более серьезный. CX, я думаю, что мы узнаем буквально вот считанные дни остались, максимум недели. И будет озвучено, какое при продувке было достигнуто показания, именно коэффициент динамического сопротивления. И вот здесь вы на слайде видите 0,05. Давайте действительно все возъявим желание и будем, так скажем, верить наш проект, чтобы, может быть, чуть больше 0,05, но в рамках этих показателей, соответственно, коэффициент динамического сопротивления появился. И если говорить про другие формы, дорогие друзья, если это не форма капли, то, допустим, форма сферы, это уже 0,47, коэффициент динамического сопротивления. Если это куб, грань которого перпендикулярна потоку, то это уже 1,05. Если его чуть-чуть повернуть, то, соответственно, уже будет воздушный поток составлять 45 градусов, и ЦХ снизится уже до 0,8. И на самом деле, самое эффективное, Анатолий Эдуардович Веницкий, я думаю, вывел именно опытным путем, это форма капли. Я задумался при вхождении проекта, мне было интересно, в первую очередь, как инженеру механику по образованию, я инженер-механик сельскохозяйственного оборудования с углубленным знанием французского языка, ну и также с 6 класса английский изучал. Мне были интересны именно технические моменты и технические аспекты. Мне не было интересно даже вот сетевое построение, и сейчас то, что мы делаем, это очень важно. В первую очередь, в нашем проекте самое важное, это на самом деле технология. Самое важное, это технические параметры и технические характеристики, которые достигнуты и сейчас совершенствуются Анатолием Эдуардовичем Веницким. Друзья, это как раз таки наша, я не буду называть слово гарантия, но наша безопасность инвестирования в проект Skyway. И, соответственно, сейчас вот этот, я думаю, материал в ближайшее время будет озвучен, чтобы каждый из вас мог вот эти соревнования 40 страниц, если не может своим языком сказать о проекте, именно не понимая и плавая в этих формулах. Здесь очень много серьезных технических параметров, потому что готовилось для экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. Более того, мы прошли этот экспертный совет и сейчас идем далее. Все это близится к гос. тендерам на заказы по Российской Федерации. Я думаю, что это абсолютно достижимо. Но, друзья, вот та аэродинамика, которая достигнута... Опять же говорить про большие габариты вообще автомобилей, то я могу привести такой пример. Это очень показательный пример и очень наглядный. 300 сильный, то есть 300 лошадиных сил бензиновый двигатель выделяет в виде тепла, около, вдумайтесь в эту цифру, 450 киловатт. Этого хватило, чтобы отапливать несколько особняков, несколько одноэтажных современных особняков. И на самом деле вот те показатели, 100 грамм на пассажира, расходование... Я не буду точно говорить, вот сколько литров, но это значительно меньше, чем автомобиль. И, соответственно, от этого будет складываться и дешевизна поезда, и дешевизна повозок, современных грузов, ускорение процессов товаров и услуг. И, друзья, это как раз-таки возможность, действительно, вот инвестирование в данную технологию, это возможность, которая бывает раз в 100 лет. И то, что я хотел также до вас донести, так как у нас проект ориентирован и формируется в первую очередь на народном финансировании, посмотрите вот на эти пакеты, на эти показатели и числа акций, которые теоретически потенциально могут стать один к одному. Естественно, мы до крайнего момента будем называть именно слова теоретически потенциально, возможно при удачном стечении обстоятельств, потому что это венчур, это риск в любом случае. Это обращение в первую очередь дамам, господам, новичкам. Вы должны понимать, что риски минимальны по сравнению с теми этапами, которые были в 2013 году, которые в 2014 году были, когда дискаунт был, венчурная премия за риск вам один к тысяче, то есть пакет увеличился в тысячу раз. Сейчас это несколько другие пакеты, и я не буду называть точно, что это будет один к одному, либо один к трем, но в своем мнении могу выразить, что данная технология обязательно скапитализируется, и соответственно, то, что вы видите на экранах, возможности инвестирования, это может действительно стать один к одному. Но, естественно, мы повторяем, что это может быть теоретически, потенциально. Много факторов могут это изменить, но сегодняшние предпосылки складываются таким образом, что на самом деле проекты имеют все шансы к закрытию возможного финансирования уже до конца 2016 года. Я думаю, что летом вы увидите, услышите очень серьезные зарубежные новости, то есть это что касается и Австралии, если говорить про Австралию, то сейчас ведутся конкретные, не то что даже переговоры, а просто из ситуации, если Анатолий Эдуардович Веницкий будет вынужден не поехать в Австралию, именно в плане отсутствия физической возможности, что ему территориально нужно находиться именно в Минске, и так как заинтересованность крупнейших инвесторов потенциальных, то, соответственно, дела нужно сделать здесь, в Республике, на Марьиной Горке, в Минской области, непосредственно в научно-производственном предприятии, потому что это как раз-таки наш с вами актив, и Анатолий Эдуардович Веницкий чувствует эту ответственность, соответственно, может приехать, и есть такая вероятность, давайте тоже это все вместе пожелаем, что министр транспорта Южной Австралии может присутствовать 23-24 апреля, есть такая вероятность, что будет присутствовать, но будут присутствовать ряд крупных потенциальных инвесторов, средних, ряд губернаторов, я думаю, что на подписание соглашений, также в графике Анатолия Эдуардовича Веницкого будет выделено время, и, друзья, к этому мы стремились с 2013 года, войдя в это как обычные народные инвесторы, сейчас я могу сказать, что возможность, которую мы распространяем, это действительно благо, и я хотел бы остановиться на этих памятных монетах, поверьте нам, что тот, кто приобретет эти памятные монеты, в будущем будет обладать некоторыми привилегиями, соответственно, это монеты из обычного материала, из неценного металла, так скажем, и это очень ценный, памятный, не только сувенир и подарок, но и интересные очень привилегии, естественно, как бы что-то знаем, но не можем рассказывать, но приобретайте эти монеты, потому что в будущем они будут иметь ценность при капитализации, при формировании рынка, когда юнибус, взлеты, юнибайки будут уже вовсю ездить, вам будет очень приятно обладать этой монетой, но, собственно, вот такую информацию я хотел дать вам на сегодняшний день, друзья, по средам в это время, в 12 часов по Москве, в 12 часов вводный будет технико-экономический вебинар, в 13 часов расширенный, обязательно приглашайте новичков, потому что я думаю, что технико-экономическую информацию замечательно можно получить именно на технико-экономическом вебинаре как раз-таки те вебинары, которые мы ведем с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. И в 19 по Москве, так же вводный, именно вечерний уже для Москвы, для кого-то по часовому ввесу будет удобен тот или иной вебинар, также в 20.00 по Москве это расширенный уже технико-экономический вебинар. Чуть позже я дам, повторю ссылку, сохраните, передавайте своим партнерам и давайте поставим действительно цель на следующий вебинар. Вот просто смотрите на опросник после услышанной информации, сколько людей новых. Вот честно, абсолютно, в первую очередь перед собой ответьте, сколько людей вы возьмете на себя ответственность пригласить на следующий технико-экономический, именно вводный вебинар. Я не говорю про расширенный, расширенный, скорее всего, люди перейдут, потому что конверсия примерно 95-100%. Но сегодня мы имеем ту возможность передачи информации, которая действительно позволит людям войти в международный экономический ковчег, сохранить свои средства, сбережения здесь, сейчас и в будущем приумножить, при потенциальной возможности именно реализации проекта и вхождения в триллионный транспортный рынок. Но самое главное, что мы будем перемещаться безопасно, комфортно, мы будем, соответственно, иметь возможность использования транспорта уже как skype, то есть при минимальной стоимости проезда. И очень приятно будет, что мы будем не просто перемещаться, а выгодно совладеть какой-то долей определенной будущей, уже в ближайшем будущем мировой транспортной международной корпорации Skyway, президентом, генеральным директором, генеральным конструктором, который является Анатолий Эдуардович Юницкий. «Строй Skyway, спасай планету». Собственно, до следующих вебинаров мы рады приветствовать нам господа новичков и в первую очередь мы говорим о том, что этой возможности, скорее всего, в 2017 году уже может и не быть. Мы рады, кому эта информация была интересна, кто-то не намерен приглашать вообще новичков, кто-то намерен развиваться, так скажем, на пассиве, просто инвестировать, наблюдать за проектом. Таких людей очень много. Но на самом деле, благодаря активу и продвижению нашего проекта на сегодняшний день достигнута цифра более 200 тысяч зарегистрированных участников, более 50 тысяч активных инвесторов, более чем в 40 странах мира. Давайте этот потенциал наращивать, все предпосылки к интересу к проекту есть. Мы будем улучшать инструменты, соответственно, я думаю, мы это уже, как вот Сергей Анатольевич и я, как именно те люди, которые развивают структуру фонда Skyway Capital, не то, что структуру, структуры у нас также и остались и Skyway Invest Group, и те люди, которые захотят инвестировать в Skyway Invest Group, пройти обучение, пожалуйста, не отказывайтесь от этой возможности, обучайтесь, инвестируйте, потому что на самом деле самое важное, то, что мы развиваем единое направление. Сегодня мы развиваем проект Skyway, и независимо от того, в каком вы фонде, где вы участвуете, самое главное, то, что мы двигаемся как локомотив в едином направлении и обязательно достигнем своей цели. Благодарю за внимание, всем счастливо, всем удачи, до следующих экономических вебинаров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова